Уже в декабре в почтовые ящики белорусов опустят питанцы со счетом на оплату отопления за целый месяц. Традиционно летняя жировка отличается от зимней на 50%. Это примерно будет увеличение квитанции в отопительный период до декабря месяца, до повышения тарифов, примерно 15-20 рублей в разнице с летней жировкой. То есть если мы сейчас платили 40 рублей, то 15-20 рублей сверху – это 55-60 рублей в зимний период. Выходит, если средняя зарплата по Могилеву за сентябрь – 784 рубля, то квитанция за стандартную двушку, в которой прописано 3 человека, составит около 4% семейного бюджета. Мы поинтересовались у могилевчан, какой процент их семейного дохода уходит на коммуналку. Ну, процентов сколько? 20, наверное. Это скорее бы питание основная сетя расходов, но не коммунальная. Процентов 5, наверное. Напомним, что малообеспеченные слои населения могут претендовать на субсидию. Воспользоваться ею можно, если на оплату коммунальных услуг уходит более 20% семейного бюджета. Для людей, проживающих в сельской местности – 15%. На сегодняшний день по выявительному принципу в городе Могилеве претендует 17 тысяч человек на получение субсидий. По заявительному принципу, в принципе, любой человек может подойти, написать заявление, и по нему будет осуществляться административная процедура. Между тем и сами жители Могилева знают, как сэкономить на коммуналке. Когда появился первый ребенок старший, то, конечно, мы все делали по правилам, как в книжках написано. То есть каждый день купание. Когда появился второй ребенок, то уже времени стало меньше. И в основном мы теперь принимаем душ. Уже на ванну нет ни времени, ни сил. И заметили, что экономия воды получается очень существенная. Где-то по деньгам, наверное, раз в семь меньше мы стали платить. Елена воспитывает двоих детей. Всех их нужно обогреть, накормить и скупать. Чтобы сэкономить на коммунальных расходах, в семье существуют негласные правила. Мы заменили смесители с одним рычажком. То есть получается, это и удобнее всем пользоваться, и экономия воды тоже на этом можно сделать. Конечно, мы заменили лампочки на энергосберегающие. Это удобнее гораздо, потому что их приходится реже покупать. Ну и муж посчитал тоже, что экономия энергии получается в разы. В холодильник должен стоять дельяк плиты и батареи. Рядом с источниками тепла потребление электроэнергии удваивается. Что уже происходит, если в морозильной камере толстый слой льда. Не случайно в доме Елены выбраны и светлые обои. Мне очень нравится светлый интерьер. И когда я делала ремонт, прочитала, что оказывается, светлые обои отражают 80% света, а темные только 15%. То есть это, опять-таки, и красиво для меня, и экономно. Елена уверяет, что выполняя эти простые правила, за счет сокращения потребления электроэнергии и воды, семья экономит до 30% коммунальных расходов. Виктор Сергеев уже 11 лет работает с лесарем-сантехником. Он не только знает, но и видит, в какую трубу уплывают деньги из-за маленькой, на первый взгляд, неисправности сантехники. Капающий кран или неисправный сливной бачок дает утечку до 250 литров в сутки. Если жилец заинтересован по исправлению ситуации, то тогда, как говорится, все в его руках. По мнению экспертов, 40% тепла покидает наше жилище через липкие окна. Хорошие стеклопакеты поднимут температуру в помещении на 2-5 градусов. Еще один градус можно прибавить, если за батарею установить теплоотражающий экран. Сделать это можно из алюминиевой фольги. Если задастся целью и проанализировать свои коммунальные расходы, можно значительно сэкономить. Ведь умный дом – это не только передовые технологии, но и, прежде всего, жильцы, которые подходят ко всему с умом.